Приветствую вас. Я думаю, что, затрагивая столь деликатный вопрос, всегда есть большой риск того, что человеку можно навредить. Всегда есть очень большой риск того, что вы еще больше, может быть, сами того не желая, еще больше вызовите у человека негатив, затык и еще больше погрузите его в себя, потому что он уже стесняется того, о чем идет речь, а, соответственно, будет, вероятно, будет стесняться еще больше, если вы будете, например, продолжать воспринимать подобное как что-то негативное, что надо лечить. Значит, я не думаю, что здесь речь идет именно о том виде отношений, о том виде сексуальных предпочтений, которые вы назвали, честно. Хотя бы потому, что большой разница между объектом сексуальной направленности, вашего брата, и им самим нет. То есть, большой разницы в возрасте, как я понимаю, нет. И, соответственно, ничего необычного, ничего аномального в этом пока что я не вижу. Кроме разве что возможно того, что могут быть какие-то препятствий, которые смотивировали вашего брата обращать внимание именно на мальчиков, то есть на партнеров своего пола. Вот. Но даже здесь требуется тщательное исследование, чтобы понять, является ли это естественным, или это является результатом неких проблем, которые у вас имеют место быть, например, в семье. Вот. И к этому вопросу подходить нужно очень, повторюсь, деликатно, потому что можно еще больше человека отдалить, можно еще больше человека обидеть, можно еще больше человека унизить, даже можно очень много, на самом деле, чего можно. Вот. Я не думаю, что это прям-таки хорошая идея, я не думаю, что это то, чего вы хотите, на самом деле, если, к примеру, любите своего брата, я уверен, что вы его любите, иначе, ну, наверное, не обратились бы сюда, к нам, на ресурс. Вот. Поэтому разговаривать, мне кажется, с братом, именно разговаривать с братом, наверное, все же не стоит. Вот. Потому что он не готов, то есть, ну, можно просто предложить ему обсудить какие-то вещи, да, можно предложить ему именно обсудить какие-то вещи, вот. Но, я не думаю, что пока что, пока что нужно лечить что-то и так далее. Было бы, было бы напротив странно, если бы он обращал, ну, свое внимание, скажем, на мужчин, например. Именно на мужчин, да, на взрослых мужчин, там, и так далее. Было бы странно. Поэтому то, что происходит сейчас, на мой взгляд, вполне нормально. Поводов беспокоиться сейчас нет. Понятно, что если будут какие-то более активные действия, Действия, понятно, что если будут более какие-то более активные поступки совершаться, вот, то в таком случае, конечно, стоит рассмотреть возможность помощи какой-то извне, вот. Пока что я думаю, пока что я думаю, что имеет смысл просто Средоточиться немножечко на, ну, на других аспектах, вот. Пока что я думаю, что можно сосредоточиться на том, что у вас происходит, допустим, в семье, конкретно, что у вас в семье происходит, вот, и как-то изменяя модели поведения в семье, ну, в вашей семье, можно добиться чего-то, можно прийти к какому-то результату, можно, значит, что-то сделать и подкорректировать, подкорректировать ребенку, т.е. вашему брату, то, что его так или иначе может беспокоить. Вот. Можно, в принципе, направить его к детскому психологу, вот, но здесь, опять же, очень деликатно нужно все сделать, чтобы ни в коем случае ребенка не травмировать, потому что, еще раз повторяю вам, что навредить в этой ситуации очень легко, очень легко навредить человеку и вызвать у него какие-то комплексы, которые потом достаточно тяжело будут купировать. Вот. Поэтому ребенок никому не вредит, ребенок никому не мешает, опять же, не совсем понятно, сколько ему лет, вот, если бы вы написали свой возраст, если бы вы написали его возраст, было бы лучше, а так просто не совсем понятно, а какой, собственно, возрастной, вообще, категории идет речь, да, и, собственно, что вообще происходит, грубо говоря. Вот. Поэтому, я думаю, так. Что касается, вот, вопроса, связанного с лечением, именно лечением, как вы говорите. Ну, мне, если честно, подобная формулировка не нравится, потому что я считаю, что лечить то, что связано с сексуальной ориентацией нужно только в том случае, если имеет место быть девиация, то есть отклонение и патология, вот, пока что прям такой серьезной патологии я не увидел. Опять же, еще раз повторю, если бы вы дали возраст, если бы вы рассказали, ну, пояснили возраст, то было бы лучше гораздо, так это, сейчас просто не совсем понятно, в какой возрастной категории вообще, вообще, о какой возрастной категории вообще идет речь. То есть, вот, ну, непонятны эти моменты. Вот. И я, на самом деле, не могу прямо вот требовать от вас, чтобы вы как-то вот их раскрыли, да, я не могу требовать от вас, чтобы вы их пояснили, может быть, я не знаю, может быть, вы хотите оставить это в тайне. Ну, может быть, вам будет легче, проще, если это, ну, не будет, если не будет. Известно об этом, но суть заключается с равного в том, что, так или иначе, возраст здесь имеет очень большое значение, и если вы хотите действительно, действительно, проблему решить, вот, то, если решать ее, то решать вот только таким образом, таким способом, то есть вот именно через деликатное отношение к человеку, уважительное отношение к человеку и так далее. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. Я надеюсь, что это было для вас полезно, я надеюсь, что это было вам полезно, и надеюсь, что помогло вам. Вот. Не давите на человека, не давите на, собственно, ребенка. Вот. По крайней мере, старайтесь не давить. Вот. И следите по возможности, следите за своими чувствами, за своими эмоциями, то есть вот то, ну, грубо говоря, то, что вызывает именно у вас эта ситуация, то, какие эмоции вызываются именно у вас тем, что происходит. Вот. 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 Так, я думаю, можно ответить на этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.